Друзья, привет! В этом видео я прошу жителей города Калининграда, и мне хочется узнать, довольны ли они уровнем жизни в этом городе. Плюсы и минусы, что хотелось бы поменять. Как вы видите, погода совсем не лётная, поэтому я очень надеюсь на неоднозначные ответы. Как может житься на родине? Отлично, вы здесь родились. Вот сколько вы прожили тут? 62 года. Вы прекрасно, кстати, выглядите для своего возраста. Спасибо. Плюсы и минусы назовёте, что нравится, а что хотелось бы поменять. Погода не нравится, а всё остальное хорошо. А что всё остальное? Архитектура, люди. Вы знаете, с транспортом водителей я вот очень много колесил по России, таких дисциплинированных водителей ещё поискать. Вот говорят, что у нас плохие водители. Нет, это они в России не были, поэтому они не знают, какие водители. Пусть ездят на Кавказ, Сибирь, тогда посмотрят, что такое плохие водители. У нас очень дисциплинированные водители. У нас очень дисциплинированные пешеходы, потому что у нас пешеходы в большинстве с вами ходят по переходам. В России переходы это номинальное значение имеет, то есть там никто по переходам, я имею в виду глубинная Россия. Так что у нас здесь всё хорошо. Катя. Катя, приятно познакомиться. Меня зовут Антон. Смотрите, у нас социальный ролик. А я опрашиваю жителей города Калининграда, как им вообще в этом городе дождливом, сером. Вообще огонь. Хорошо, плюсы и минусы, что нравится, что не нравится. Дороги, просто не нравятся дороги. Дороги, особенно во дворе, у меня это жесть. Одно болото даже пройти невозможно. Какая улица? Алиханов увидит. Осипенко, Осипенко, Осипенко. Двор ужасный. Там вообще ходить невозможно. Хоть лодку пускай. 50 лет никто не делает там вот так. Она как вот такая колдобина, вот эти вот лужи, и никто её делать не собирается. С транспортом нормально добираетесь? Плохо. 94-я очень плохо ходит. 94-я, две только пустили. Всё. 30-ка ходит, 9-ка ходит, на 94-й вообще не ходит. Очень тяжело. Детям со школы тяжело собираться. Только что у мужчины спрашивал, он сказал, очень дисциплинированный транспорт, лучший в России. Нет, 94-я их только две сейчас выпустили. Даже у нас приложение есть, только две. Только две маршрутки, только две. И два водителя. У меня ребёнок проживает на Земнухово, а учится на Багратиона, 12-й школы. Ей очень тяжело добраться. А заработок устраивает? Меня устраивает. А, я устраиваю. А не работаю? Меня в казино устраивает. Ну, у него два детей там, это совсем другая история. Я пенсию получаю. Другая история, да. А у меня нормально. Всё, спасибо за интервью. Только пенсия маленькая, хочу сказать. Очень маленькая. Сколько пенсия? Маленькая, 12 тысяч 13. Оу. Социальную доплачивают. До 13-ти прожиточного минимум доплачивают. Так 11-ти плюс 2 тысячи доплачивают. Нормально, как на неё прожить? Приходится подрабатывать. Добыл его за что. Хотя нет, есть за что. Дал людям выговориться. Но, может быть, решил какую-то маленькую проблемку. С карусенькой интервью. Нет, спасибо. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. А карусенька интервью можно у вас взять? Нет, извините, я спешу. У меня вот осталось. Сколько? 4 минуты. А куда спешите? Я рассчитаю сейчас, вы успеете. Если успеете, то пойдёте. Если не успеете, то мне интервью дадите. Вот так, кловер сите. До входа. Вы там работаете? Нет, я с подругой встречаюсь. Подруга, может, подождёт? Ладно, пойдёмте по пути в кловер. Хорошо. Очень быстро. Вообще, один вопрос. Довольны жизнью в Калининграде? Да, очень. Хорошо. Тогда чем довольны? Плюсы? Если у тебя нет закранпаспорта, и ты очень хочешь куда-то выехать, то Калининград – это лучший город, потому что он не похож на другие, и это прекрасно. Тут очень много необычных мест, история огромная. Так что мне очень нравится тут жить. Про то, что тут очень похоже на заграницу. На заграницу похоже. Очень необычно, не похоже на Россию. Кловер вон там. Вы, кажется, мне приврали немножко, да? Шутка. Хорошо, минусы. Не говорите, что их здесь нет. Я не знаю, это уже 80. Вы сейчас в дождик, наверное, пойдёте гулять с подругой? Да. Здесь родились? Нет. А с куда переехали? Из Армении. Рядом города, море, мест много хороших. Чисто, аккуратно. Всё, наверное, не знаю больше. Хорошо, не задерживаю вас. Отлично погулять под дождём вам с подругой. Спасибо. Мы, наверное, куда-нибудь зайдём. Да нет, погуляйте под дождём, вам же нравится. Ладно. Это же плюсы этого города. Ну, это скорее минус. Часто и дождик. А, уже минус, да? Ну, хорошо. Не задерживаю. Спасибо. До свидания. Хотите коротенькое интервью? Да ладно вам? Да нет, честно, не хочу. Да вы уже даёте интервью. Как вас зовут? Александра. Саша. Меня зовут Антон. Мы снимаем коротенькое интервью, да? Социальный ролик о жизни в Калининграде. Плюсы, минусы вы... Я не из Калининграда. Из какого города? Биробиджан. Сколько здесь в Калининграде? Один день. Один день? Какие минусы видите за один день? Погода. Мы только что вернулись из Светлогорска. Очень много воды, какая-то болота, я не знаю. Болото из Светлогорска? Нет, по пути из Светлогорска очень много воды. А как вас так не засосало, чтобы вы смогли вернуться? Ну, билет был куплен. Как вы знаете, обратный билет, да. Что понравилось? Архитектура, наверное. То, что сам город чистый, я не увидела много мусора. Ну, красивый город, всё. Для старости, для счастливого детства подойдёт. Для молодёжи нет. Для молодёжи нет, а почему? Ну, может быть, просто я особо не вплелась в жизнь, которая тут проходит, но мне кажется, что тут скучновато было бы жить для меня, по крайней мере. Принимается ответ. Из Латвии? Да. А как в Латвии? Лучше, чем здесь? А я откуда знаю, как здесь? Не, ну вы же здесь сейчас. Ну, здесь лучше, да. Здесь лучше, чем в Латвии? Здесь всё дешевле. В чём вы занимаетесь? Товаром? Перевозка грузов. Перевозка грузов. Ну, так или иначе, уже не первый раз, наверное, приезжаете в Калининград? Нет, не первый раз. По работе? Очень часто ешь. А кроме стоимости, есть ещё какие-то плюсы? Или минусы? Не знаю. А так, я что, приехал, ночь переночевал, выгонялся, и сейчас поеду домой. По погоде не сильная разница, да? Вообще никакой. Вообще никакой. Похоже, потеплее, кстати. Да? Да. Здорово. Там ещё где-то снег, местами, а у вас уже вообще ничего нет. Спасибо вам. Надеюсь, я не отвлёк вас сильно. До свидания. Вы местные? Да, местные. Давай с тебя начнём. Что нравится? Макдональдсы кушать. Лен, Макдональдсы, хорошо. Что-то посерьёзнее. Потому что рядом море есть. Лето можно отдохнуть хорошо. Купаешься в море? Не холодное? Нет. Нормальная вода, тёплая. А минусы? Минусы? Ну, зимой слишком холодно и погода противная. Да, если бы ты потеплее чуть одевался. Не помогай, всё равно дождь будет. Было бы теплее. Хорошо, ладно. С плюсу, да, начинай. Давай. Ну, как он сказал, мне кажется, это море. Плюс здесь очень красивый исторический город. Очень много здесь достопримечательностей. Много экскурсий можно посмотреть. Из минусов, мне кажется, это то, что климат, ну, влажный. То, что... Ну, как это? Ну, то, что влажно просто здесь, мне это не нравится. Плюс погода очень холодная бывает. Плюс дожди очень часто. Допустим, вот в Калининграде очень переменчивая погода. Может быть, сначала тепло, а потом вам может град с дождём пойти. Да, да, понимаю. Вот ещё из минусов. Ну, да не, наверное, больше минусов нет. Прекрасный город. Очень исторический, очень классный, весёлый, добрый, интересный город. На самокате тебе комфортно по дорогам ездить? Хотелось бы дороги. Я по дорогам не езжу, я езжу по тротуару. Но хотелось бы то, что как в Зеленоградске делали или в Слагорске, отдельную трассу... Ну, не трассу, а отдельную дорожку. Велодорожку. Велодорожку, да, где можно... Здравствуйте. Можно взять у вас хорошенькое интервью? Вы можете ехать, я могу бежать. Как вас зовут? Евгений. Евгений, приятно познакомиться. Меня зовут Антон. Хочется сказать вашу честную и независимую точку зрения. Ну, плюсы, это наверняка есть, да, вот? Плюсы есть. Тепло сейчас очень хорошо. А где-то ещё разник лежит. Красивый город. Минусов, правда, много. Вот. Это люди, люди, которые грубые. Бегают, да, тут с микрофонами? Нет, нет, нет. Которые матерятся, в компании ходят. А, согласен, да. А ты когда ждёшь с ребёнком, и взрослые люди, и подростки, мат-перемат. Я сам ругаюсь матом. Очень сильно, но на складе, среди своих людей. Только сейчас не ругайся. Ну, когда... Я не ругаюсь. А когда я иду по улице, я с женщинами не позволяю себе ругаться. Хотя сплошь и рядом такое видно, правильно? Угу. Фонтан жалко на Балтике. Сломали. Сломали фонтан. Сделали новый, который, ну, не к чёрту. Согласны? Вот старая Балтика. Я, да, понимаю, о чём вы говорите. Но, однако, там такую площадку сделали красивую. Фонарики вмонтировали в пол. Это всё не даёт того эффекта, который был при старом фонтане. Вот в 69-м году родился, да? Да. В ней вот через 2 дня 55 лет исполняется. Я помню, когда я приходил туда, там всё было выложено плиткой. Эти самые мозаика, зелёные, ну, стёкла. Да. Как осталось после немцев. Было красиво. Ну, можно было отремонтировать и, как бы, ну, всё это сделать. Так же, как и раньше. Ну, просто прибегли к более дешёвому варианту. Ммм. Интересно. Когда с неба падают струи, огромная чаша с водой, да? Офигенно. А сейчас, ну, неживой он какой-то. Я уже и сам подзабыл, как было. А было-то неплохо, на самом деле. Было офигенно. Купались там. Ну, это фигня, конечно, что купались, но... Кстати, насчёт купались. Вы купаетесь в Балтийском море? Вот ни один человек мне не сказал, что, блин, холодно. Вот мне лично холодно в Балтийском море. Вам как? Смотря в какую погоду и когда, летом? Да всегда. Ну, такая вода некомфортная. Нет? Ну, я люблю плавать, поэтому мне туда... Ну, если слишком холодная... Да, это главное зайти привыкнуть. И всё. Грязь бывает местами. Те же окурки. Те же люди, которые, опять же, вот сколько я наблюдаю, да? Так. Делать замечания бессмысленно. Человек всё равно пошмёт тебя в одно место. Стоит человек, курит. Автобус идёт. Он нервно, да, курит. Вот она, урна. Вот она. Нет. Надо кинуть сюда. И так делают, ну, большинство. Это 90%. Я никогда не замечал, что кто-то отошёл быстренько, а потом опоздает на этот автобус, правильно? Бросит, испокоит. Нет. И везде такое. Или в обычном это половина сигареты, ещё денег переводят постоянно. Фиг с ним, ну, неприятно. Мусорки не вовремя вывозятся, кусты полные. Когда видишь, что ещё гора, да, в мусорке уже. Я напихиваю бутылки, пакеты. Всё это ветром разгоняется. Ну, да, получается, тут мы с вами не виноваты. Нам-то мусор надо куда-то выкинуть. Ну, да, 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 не, ну, я бы, например, я смотрю, как я бы сделал. Я бы бутылку или там огрызок, я не знаю, я бы, ну, прошёл на месте метров 200, да, и... В следующем мусорку. Конечно. А чё мне мешать-то сделать? Это же не трудно. Ну, вот. У вас очень высокая социальная ответственность. Ну, да. Да. Ладно, я вас не задерживаю. Да нет. Хорошие вам велопрогулки. Вы занимаетесь спортом. Это классно. Нет, я... Вот так, для себя. Спасибо большое. До свидания. Елена. Елена, меня зовут Антон. Приятно познакомиться. Ну, в принципе, город сам по себе Калининград очень красивый. Так. Туристический, да, особенно сейчас. Погромче, чуть-чуть говорите. Я здесь живу. В принципе, мне нравится всё. Единственное, в последнее время я стала замечать, что немножко стало грязно в этом городе. Да? Частенько, да. Там мусор, там... То есть раньше этого не было. Если взять, лет пять назад улицы подметались. Ну, я имею в виду во дворах, возможно. Где-то на улице, да, машины ездят, уборочные-то есть. А именно в дворах... Какие-то улицы конкретные скажете? Уж красные. Раньше утром просыпаешься, уже в шесть часов слышишь, метёт кто-то на улицу. А сейчас нет такого. Наверное, им урезали зарплату? Возможно. Возможно, они вообще подкинули... Труд не ценится. Или, ну, эти специалисты, которые здесь были у нас, они просто уехали, наверное, к себе в регион. Другие местные, возможно, не хотят такую зарплату работать и там быть, подметать, убирать мусор, как бы говоря. Вот это есть. В общем, Калинингар прекрасный город. У нас здесь очень хорошо. Мне это нравится. Когда солнце светит, конечно. Особенно. Таких деньгов мало, но они есть, и это радует. Вы, Калинингар, вы не переехали сюда? Переехала. Откуда? Вообще, с другой стороны, я из Казахстана приехала. Из Казахстана. Очень много здесь из Казахстана. Да, очень много. Сколько здесь живёте? Чтобы люди такие, знаете, там... Вы мне сейчас скажете две недели, а они вам не поверят. Десять лет. Тогда вы знаете, о чём говорите. И можно вам верить. Вот самокат, да? У вас ребёнок. Да, у вас. На сцене. А, ваш ребёнок на сцене. Поёт. Певица. Ага. Какие-то проблемы во взаимоотношении вас, ребёнка и инфраструктуры есть? Например, там, с колясочкой в транспорте. Удобно перемещаться? С этим вообще проблем нет. Всегда все автобусы, всё оборудованное подъезжает, опускается, с коляской заезжает. Ну, когда будем с коляской ездить, да, сейчас. И с самокатом, и с велосипедом мы прекрасно по городу передвигаемся. Нужно сесть в автобус, трамвай, троллейбус вообще без проблем. А ребёнку на самокате комфортно по тротуарам ездить? Не смущает, что где-то неровная дорога? Я, наоборот, за колорит. Вот эта площадка, она мне никак не мешает. Не, не про площадку, про дыры на тротуаре. На 14-й тротуар? Ну, есть, да, много. Вот сейчас шла Памира, от храма, да, сюда. Переделали полностью тротуары. Да, там... Всё ровнее, красную всю переделали. Вот, но раньше, да, там была не очень хорошая. Вот, 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 вот это делает. Привет. В принципе, тротуары хорошие. Как зовут? Вика. Вика. Ну, в целом, всё. Здравствуйте, девушки. Как дела? Как настроение? Как вас зовут? Меня Настя. Настя. Катя. Катя. Мне нравится, ну, начнем с того, что здесь очень много исторических объектов. Очень красивых. Так. Вот. Ну, в принципе, на этом мы и закончим. А, да, очень хорошо было начато, конечно, исторических объектов. Ну, в принципе, красивый город у нас. А из минусов, наверное, то, что мы живем в Монглаве. Все границы для нас закрыты. Вот. Так, ну, слушай, можно, да, на этой? Я как-то резко перешел. Ну, оформляет Германия визу, например, Франция. Пожалуйста, езжай в Москву. Оттуда по всей Европе колесей. Езжай в Москву. Ну, слушай, ну, так ситуация сложилась. Цены? Наверное, цены. Вот, цены. Никто, кстати, не говорил. Все по ходу нормально. Там виноград за 500 рублей покупают. Ну, да, все нравится. Огурцы, цены на продукты, либо, может быть... Цены на продукты, на аренду жилья, особенно в туристический сезон, вообще с ума сойти не нужно. Кстати, может быть, у тебя есть какой-то опыт аренды жилья, поделишься, снимала квартиру, может быть, тоже людям будет интересно. Снимала, да. Сколько? Даже был момент, когда снимала летом в Зеленоградске за 50 тысяч рублей квартиру однокомнатную, с таким себе ремонтом, но снимала. Это за месяц 50? Это плюс коммунальные услуги. А вот по коммуналке скажешь? Не скажу, там, получается, что? Что получается? Где-то около 3000 зимой выходит. Ну, это... Берем в расчет то, что мы не один месяц будем жить, а несколько месяцев. Потому что летом там выходило полторы тысячи. А вот такой вопрос, ты как местная, зачем там за 50 тысяч снимала квартиру? Я хотела отдохнуть у моря. А, кстати, да, неплохо, неплохо. В 10 минутах ходьбы от моря. А, значит, в хорошем. Можно сказать, в центре, да. Это было когда, напомню, зимой? Это было летом. А, летом. Слушай, ну, мне кажется, это нормально, нет? Нормально. 50 тысяч. Ну, в любом случае, это такие себе цены. Хорошо. Хорошо. У тебя все, либо есть что-то добавить? Екатерина? Из плюсов море и архитектура. Из минусов цены на недвижимость. И отсутствие каких-то крупных магазинов, типа Ашана. А в чем минус отсутствия Ашана, например, в Спаре? Почему не закупается тебе? Не, прекрасно закупается в Спаре. А что, в Ашане есть чего у нас здесь нету? В Спаре, либо Виктории? Да все есть, мне просто минус нужно было притянуть. А, просто поболтать, да, можно? Понятно. А по существу будет что-то? Отсутствие некоторых пород, собак, кошек. Ммм, отсутствие животных? Интересно. Настя, у тебя есть такие проблемы с отсутствием некоторых пород? Я думаю, что нет. Собак? У тебя есть животные домашние? У меня есть, да, собака. Может, и Кате подаришь? Обязательно. Как вас зовут? Артем. Артем? Екатерина. Минусы отсутствия каких-то ночных кафе, например. Ну, то есть, если после 9 часов ты здесь не покушаешь ничего, кроме шавермы. У нас есть соглашение. Да вообще ночных каких-то, наверное, развлечений, если это не касается субботы. Ну, то есть, если тебе вдруг, да, захотелось в среду где-то повселиться, ну, тут есть максимум два заведения, и то не факт, что они тебе подойдут как-то по энергетике или еще что-то. Да и народу не будет. И народу не будет. По сравнению с другими городами России, мы ночью, оказывается, живем в темноте. У нас не подсвечено ни здания, ничего. Мы там буквально возвращались к Екатеринбургу, и такое ощущение было, что мы прям в прошлое вернемся. Потому что, ну, довольно-таки темно у нас на улице, не так освещено и не так работает подсветка, как в крупных городах. Из плюсов климат, в принципе, городом занимается, мне кажется, в последнее время очень хорошо. Ну, все восстанавливают, те же самые парки. И природа вокруг области классная, но это, наверное, не особо касается. Касается, касается. У нас тут такие небольшие расстояния, поэтому люди, кто приезжают сюда, и в области в том числе, путешествуют. Наверное, как-то так. Спасибо большое, очень приятно было. А нет, мы пока не уходим. Присоединяйся ко всему. Из минусов, наверное, цены. Что-то свое надо. Цены, которые сейчас стали. Ну, даже не сейчас, а с 2014-го наплывом вверх. Даже с 2014-го, да? Да. А вот, что еще такого? Из минусов сказать больше я, в принципе, такого ничего не могу. Вы, вот, к примеру, пришла такая идея в голову. Автомобили управляете? Да. Дороги устраивают? Сейчас, ну, если брать, которые за зиму, наши дороги стали, конечно, нет. Ну, то, что они очень... За зиму ухудшились, да? Ухудшились, конечно, да. Ну, их тоже сейчас все восстанавливают потихоньку, в принципе. Если с Омском сравнивать. Мне кажется, у нас дороги... Нормальные, да, дороги. С мессии, да, сто процентов. Если взять, так вот, ну, опять-таки, Россию, Екатеринбург, туда, Омск, где зима лютая такая, там вообще асфальт исчезает. И даже за сезон его не успевают залить, не весят ремонтировать. Зимой они ездят хорошо за счет того, что снег набивается, лед становится просто в трассе, там, ну, то есть в ямах везде. И из-за этого более-менее комфортно ездить. А так, по дорогам, мне кажется, у нас классные дороги. Парковки везде есть? После того, как я съездил в Европу, мне кажется, у нас нормально все с парковками. А, да? Потому что они даже платные, я отношусь к этому даже с пониманием. Ну, да, ценник тоже такой нормальный. Да, ценник нормальный, по сравнению, даже с той же Европой, с той же Москвой. Поэтому 600 рублей в час будет вам стоить парковка в центре Москвы. То есть здесь абсолютно адекватно, я считаю, на самом деле. У нас внизу Европы 150, да, час на подземном паркинге? 100, по-моему. 100 даже? Да. 100 рублей это очень хорошая цена. Да, поэтому, мне кажется, это даже адекватно. Ну, просто людей мотивируют приезжать на общественном транспорте. Никому же не нравятся парковки. Поэтому, мне кажется, это с этой целью сделано. Центр-то они точно не могут расширить. Если там касается окружной, то они сделали суперскую. Я сейчас на работу по окружной доезжаю за 7 минут. Два года назад я ехал минут 45. Ну, то есть это прям очевидно классно. Да, да, гораздо быстрее стали добираться. Если даже сталкиваться где-то с каким-то общением, ну, может быть, не очень... У нас хорошее в ресторанах обслуживание, да? Ну, не во всех. Хромает у нас сервис. А именно в целом, как люди в Калининграде, мне кажется, очень дрожжелюбные, открытые. У вас кепка футбольного местного клуба? Да. Сегодня идете на мочек? Конечно. Я тоже. Я сейчас я сына заберу, и мы поедем еще малого забираем. И мы поедем с флагами в Калининград. А, да? Спасибо большое. Все, хорошего дня. Спасибо. К каждому слою населения возрастной категории что-то важно свое. Вот, к примеру, молодая пара, Артем и Екатерина, их не устраивает, например, уровень ночной жизни в Калининграде, да? В целом меня, как молодого человека, это тоже не особо удовлетворяет, что в 9-10 часов вечера нигде не поешь. А вот человек постарше, например, уже такие более приземленные и фундаментальные вещи интересуют, как, к примеру, чистота в городе. Мне, например, не нравятся погодные условия. Не нравится. Мне нравится, потому что море есть, оно холодное. Хочется, чтобы теплое было. Да, я согласен. А так вот мало солнышка. Солнышка очень мало. А так все нравится. И сейчас, когда оно есть, вы вышли насладиться. Ну, вот всего, вот вышли насладиться. Жаль, нельзя его набрать куда-нибудь в баночку, да? Да, да, вот, да. А так прям вообще. Ну, погодные условия, даже с Питером разговариваю, там, в Сибири. У них еще снег по колено, это. Я говорю, у нас весна. Она говорит, ну, у нас 34 градуса мороза. А я говорю, у нее, у нас уже подснежники уже цветут, все это. Да, уже почки на деревьях. Да, да. Зарплаты, пенсии, ценами на продукты довольны? Вот, вот это нет. У нас как анклав, видно, сейчас вот через эти, через море, все, паромом, да? И цены, вот даже у меня было в прошлом году, позапрошлом, с Питера. Родственница говорит, ой, какие у вас цены. Ну, как бы, это, говорит, у нас даже намного дешевле, на некоторые вещи намного дешевле. А пенсия у меня, например, маленькая, как бы, для меня это маленькая. 14,5 тысяч. У вас нету никакой подработки, вы на пенсии, дети. Да, нет, да, уже подработки уже, что, мне будет 70 лет в этом году. 70 лет. Да, да, подработки уже. С наступающим юбилеем. Спасибо. Улица нравится, живы на улице красной, прекрасная улица, прекрасный дом, прекрасный двор, где много цветов, деревьев, да, рядом парк. Да, 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 мы только что разговаривали, вот, два интервью назад, там, девушка говорила про улицу красную, что ее сделали. Да, да, поэтому у меня много вот таких положительных эмоций. И пенсию неплохую заработала. Сколько? 37. 37. Ну, в целом, да, в целом, неплохо. Ну, да, 59 лет стажа отдала, честно, своему труду, поэтому это. Вы подружка? Да, да, да. А интервью дадите мне? А что касается парка и вообще, ну, все нравится, маленькая пенсия, вот это мне не нравится. Сколько у вас пенсия? 20. 20? Да, мало. Сколько хотелось бы? Хотя бы 40 сейчас в прожиточном меню. Хотя бы 40? Да. Ну, не так-то много вы и хотите, на самом деле. Не, ну, распорт хорошо работает, в магазинах есть все, что еще, все нормально, только маленькие пенсии и зарплаты, наверное. А цены выросли, просто зашкаливает. Яйца, например? Да все. Да не только яйца и молочные. Да все, все, все. Потому что пенсии пребывали на 7%, а цены выросли на 700, не на 70, а на 700. На 700? Да, на 700. Ничего себе. Да, почти на 700, некоторые вещи больше. На 700 это значит в 7 раз, то есть если яйца стоили 100 рублей, сейчас они 700, хотите сказать, стоят? Ну, вот рыба там, да рыба вообще ни до какой не докупиться. Тот несчастный хек вот этого малюсенького, который был 25 копеек, сейчас она 420 рублей. 25 копеек. Ну, когда это было? Так что говорите, что пенсии маленькие, жизненный уровень надо поднимать. Что люди говорят, то и будем публиковать. Друзья, спасибо за просмотр, выпуск подошел к концу. К сожалению, я не смог опросить 1 миллион жителей города Калининграда, поэтому я призываю вас написать в комментариях, что вам нравится в этом сегодня прекрасном солнечном городе Калининграде, а что наоборот совершенно не устраивает и хотелось бы изменить. Жду ваши комментарии, обязательно почитаю. Тем самым вы поможете всем остальным, приезжим, не приезжим, в общем, людям, кто заинтересован в этом вопросе, разобраться и иметь какую-то свою сложившуюся точку зрения. И мы увидимся в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok